Здравствуйте. Это я вам сейчас звонила. Ну да. Я рада вас видеть живого-здорового. Вы в самом городе Тюмени живете? Да, в самом. Мы там были, хорошо знаем. У нас там были родственники, батюшка там был, служил. Мой брат родной, он протеерей. Здорово. А вы в какой храм ходите или к кому? Да, я хожу в храм. Сейчас храм у Талимая печаль в Тюмени. Он находится недалеко от меня. И я хожу как прихожанка. Несколько лет назад выпекала просфоры. А еще, ну а сейчас благоукрашаю храм к праздникам. А вы священника такого знаете, отца Михаила Курочкина? У него брат-епископ. Не знаю, он решение брат его. Брат его и всех, и Курочкин. Ну ладно, не знаете. Так, я вас слушаю, говорите. Вот, я уже вам в двух словах сказала, что у меня один человек, мой хороший давний знакомый, попал в такую тяжелую жизненную ситуацию. Он совсем потерялся раздавлен, да? Вот, он много лет, он поет на клиросе. Ну, в общем, не важно, да? Да, вот, ну, если возможность, допустим... Это очень важно. Вот эта жизненная ситуация, это ничего не говорит. Одна жизненная ситуация такая. На него упало бревно. Другой он разбил голову. Третий сидел в заключении, вышел и не может устроиться. Это все ситуации. Нужно конкретно знать, о чем я, чтобы понимал. Говорите конкретно. Игнатий, миленький, ну, вот вы понимаете, во-первых, во-первых, это, ну, как бы сказать, не моё. Вот сейчас это моя, моя инициатива, да, позвонить вам. Да. Правда? Правда. То, что человек мне сказал, я думаю, вдруг это, ну, я как-то не могу рассказать всё это на публику, да? Ситуация на самом деле тяжёлая. Ну, вот в двух словах скажу, да? Он сейчас, на сегодняшний день, он остался вообще просто без квартиры, да? И, ну, и человек, поскольку верующий, он закончил семинарию, я точно не знаю, насколько... Какой фамилия его имя? Это Петров, Петров, Аркадий, Аркадий Петров. То есть вы меня как-то сразу выпили из колеи. Я просто рада вас видеть. Там у вас был дьякон, хорошо мне известный, Бурдин, отец Сергий. Бурдин. Бурдин. Бурдин Сергий. Отец у него был благощиной Красноярского края, он сейчас хитом и монах какой-то в Греции. Я кое-кого там знаю в Тюмени. Ну, я, честно сказать, никогда особо не интересовалась. Я жила своей обыкновенной жизнью, вот, как бы сказать, но посильно помогаю в храмах, особо никогда, ну, ни с кем не общаюсь. Я какое-то время работала в кафедральном нашем соборе, тоже в Просфорне. Помогала женщинам. Так, об этом, Аркадий, говорите. Что? Что вы хотите услышать? Дело в том, что сейчас человек... Усуществует его состояние какое? Как он без квартиры остался-то? Почему? Я, честно сказать, особо тоже сильно не знаю, потому что стараюсь в последнее время не вникать во все эти ситуации. Но дело в том, что он когда-то взял кредит большой, да, и, ну, там что-то произошло с фирмой. И человек полностью просто потерял все, да, ну, отдав там за долги. И он, ну, вот, буквально мы вчера с ним разговаривали. Я сейчас ему пытаюсь помочь каким-то образом, да, ну, по крайней мере, вот, предложила пожить у меня какое-то время. Но я при этом отдаю себе отчёт, что, ну, то есть у него там ещё духовные какие-то, да, то есть он хочет служить Богу, вот так скажем. Он это выражает вот таким вот образом. То есть он хочет поехать в монастырь и служить Богу. Я просто знаю положение вещей в монастырях, я иногда бываю. И поэтому думаю, что насколько это вообще реальность. Ладно, тут не всё понятно, я буду о тебе спрашивать. А вы как узнали обо мне, откуда? Игнатий, я узнала о вас совсем недавно. Я, честно сказать, узнала о вас в тот момент, когда Кураев, Дьякон Кураев вот это вот поднял этот вопрос. Я в этот момент была, ездила в Ермолинский монастырь, в Ермолинскую пустыню, в Иваново. Вот, и там как-то плохо было со связью. Вы представляете, вообще удивительно. У меня был как раз новый телефон. И единственное, единственное сообщение, которое пришло вообще из космоса, да, ну, как бы припёрлось из Яндекса, да, это было, что Дьякон Кураев волен из МДА. Причём я никогда в телефоне, я буквально его перед поездкой купила. И вот, и я была там, приехала оттуда на крещение, перед крещением своим. Поскольку там у меня не было информации, да, я особо никогда, во-первых, телевизора у меня в доме тоже нет. Вот, единственное, это вот окно в мир, это вот компьютер, да, который я иногда смотрю. Вот, и я тогда, знаете, как-то случайно, вообще я так сильно переживала, потому что я к Кураеву очень хорошо отношусь. Я его прям, ну, я считаю, что человек этот такой миссионер, так же, как наш профессор Осипов. То есть они для меня, в общем-то, где-то… Я понимала, что происходит, и одним словом, я ВКонтакте там вышла на группу Дьякона Кураева, и в какой-то момент была ссылка на вашу, на вас, на вашу группу, по-моему. Вот, и там было видео вот о Чаплине, да, вот это длинное, о его комментариях, его выступлению Чаплина. Вот, и я тогда, помню, поздно ночью посмотрела, и тогда я вас впервые увидела. И вы меня настолько под ухо, потому что вы бесстрашно просто сказали всё, что вообще, что происходит, это было настолько… Меня это всё поразило, и я вот так вот тихонечко смотрела какие-то вещи. И вот я, в общем, счастлива, что вы просто есть, потому что для меня это такая духовная вот поддержка, потому что порой бывает, что ты видишь ситуацию, ситуация, ну, она бесконтрольна, да, и ты понимаешь, что ты сделать с этим ничего не можешь, это очень тяжело. На самом деле. И когда меняется такой человек, то это, конечно, духовная радость. А вы знаете, почему в вашей душе то, что я говорил, разбирал выступление Чаплина, Всеволода, против Андрея Кураева, почему ваше сердце откликнулось на это? Значит, вы ищете правды. Тут дело такое, что у меня нет никакого образования. Так, я объясню сейчас. Ой, произошло что-то, что-то произошло. Подождите, а что? Я скажу…